Всем привет! Продолжим пластинку Бугва И на английском алфавите. Enigma. Enigma по старым пластинкам было все две. Вот это первая. Цена сейчас доходит до 5000 рублей, а здесь независимо состояние. Среднее состояние будет стоить 3 где-то, наверное. Примерно. Клевые пластинки. У меня есть первая и вторая. Вот это вот я привез в США, по-моему. Купил оттуда. Цена у нее подороже. Такая вкладочка. Вот такую и просит до 8 от состояния. Вышло очень много, ну то что много. Серия новодельных пластинок, по-моему, их было 13 частей. И вот первые две вот эти вот пластинки на этих изданиях, они вышли прям буквально год-два назад, наверное. Сейчас стоят денег. Стоят они даже дороже, чем вот эти оригиналы. Я не знаю, дерут за непонятно за что. Они просто цветные, просто их, может быть, быстро раскупили. Они доходят там до 15 тысяч рублей, но это что-то фантастическое. Мне кажется, это полная чушь. Ну не знаю, может кому-то виднее, но очень дорого. Я что-то, я их не успел на самом деле купить. А потом, что-то, глянул по ценам и решил, что я лучше обойдусь без них старыми изданиями. Дебешмот. Это, по-моему, пиратка у меня. Да, пиратка недорогая, а может быть до 1000 рублей доходит. Оригинал такой пластинки стоит дорого. Что-то там вообще просит в 8-10 тысяч рублей оригинальный. Наверное, просто мало было записи. Ну, что-то дешевая пластинка на самом деле записалась. Вот такая цена. Вот это, по-моему, сборник в Армении, что ли. Да, ну, цена, 300 рублей, что ли, примерно. Элтон Джон. Эта пластинка мне нравится, потому что здесь такие популярные песни у него. Кто хочет купить Элтон Джона, поначалу возьмите вот эту прикольную. Стоит недорого, там до 1000 рублей можно найти. Хорошую, вам в отличном состоянии. Я что-то купил вообще за 600 рублей, что за 700. Послушать прям самое то. Вот эту пластинку я купил на распродаже в медиамаркете. Перед тем, как она закрылась, стоимость ее была 700 рублей 699 рублей. Это первое издание на таком вот красном бордовом виниле. Да, шкрябаю. Мне постоянно жалуются, что я показываю пластинки, вытаскиваю. И говорят о том, что надо внутрь ложить в нормальных конвертах. Ну, простите, извините. О чем я? Да, эта пластинка старое издание. Не старое издание, а первое издание. По-моему, она третьего года. Третьего года был альбом. Она, наверное, издалась где-то в восьмом году. В 2008. Оно как бы подороже. Не то, что подороже. Стоит сейчас где-то. Просит 5-7 тысяч рублей. Да. После этого, как она стала стоить дорого, выпустили сразу следом новодельное издание. Но это тоже новодельное, но следующее издание. Их очень много. И не новодельное издание. То есть второе издание стоит сейчас 2 тысячи рублей. Примерно. И СТ, это наш сборник. Если я не ошибаюсь. Да? Или, наверное, просто на канал в Россию приезжали исполнители, да? Да. Сейчас эта пластинка просит 3 тысяч рублей. Наверное, потому что она такая часто. 2-3. Внутри, в четверг, даже не знаю, как показывать, жалуются, что шкряба. Давайте покажем. А, она тем более в отдельном. Вот такой вот еще есть вкладыш здесь. Такое-то здание. Вот такой. Все, больше не шкряба. Да, многие советуют, что надо внутри пластинки вытряхивать вот это все бумажные конверты. И одевать уже нормальные, лафановые. Чтобы пластинка, когда ты туда сюда и вытаскиваешь, она повреждается даже независимо от того, что ее прослушиваешь. Но я очень редко вытаскиваю пластинки. Я показываю только вам. Слушаю я не то, что есть в коллекции, а другое. Ну, иногда бывает, слушаю вот так немножко. Это просто диджейская пластинка. Я не помню, что здесь записанности, честно. Но диджейский, как правило, стоит недорого. В районе 300 рублей. Наверное, что-то такое. Техно или что-то такое. Джаз Ла Карте. Пластинка редкая. Просит 2000 рублей за нее. Такое здание. Пам-то мне не попомню, кто это. Чехословакия. Ну, да. Ну, наверное, тут джазовая пластинка и нечастие. Поэтому так просит. Джефф все будет хорошо. Ну, на самом деле, она не такая еще редкая. Попадает часто. Стоит 2000 рублей. Просит больше. Вот так цена ее красная, наверное. Я не буду показывать, там конверт такой. Ладно, давайте. Там полное яблоко такое прикольное. Да, такое нарисовано яблоко. С той стороны, что? Ничего. Просто пятачок черный. Не лезет теперь. Не хочет, ребята. Лезет теперь туда. Следующий. Следующий, следующий. У нас джококер. Да. Несколько пластинок. Вот это вот. Она недорогая. Не все, в принципе, у нее недорогие. Я не видел дорогих пластинок. Может, и есть. Ну, чтобы не заморачиваться. О, извините. Вот это вот стоит будет рублей 600-700, не больше. Этот альбом взял, потому что здесь известные есть песни, под которые раздеваются все девушки. Да, 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 да. Она тут есть. В основном так альбом, ну, не на, так сказать, на троечку. Песни не особо такие клевые. Ну, вот, из-за этой песни, в принципе, я ее взял. У меня также есть еще хороший альбом. Что-то я его, что-то не вижу. Где-то он есть. Ладно, потом вылезет. Джимми Хендрикс. Оригинальное издание стоит дорого. У меня старых годов издание, но это Индия. Индия дорого не стоит. Да, Индия же. Не вижу. Да, Индия. Индия стоит, ничего она не стоит. Я не знаю, почему так. Хотя издание тех годов старых. Этот альбом известен тем, что в первое издание были голые девушки на простинке. Прям совсем голые. Да, и она как бы считалась вот такой известной пластинкой. Это, на самом деле, очень продаваемая вещь. А вот Индия стоит тысячу рублей. Дверь, это вообще прям красный цену. Просто обычный какой-то альбом же Мехендриса. Не помню, что это такое. Может быть, это пиратка или что-то такое. Не буду досмотреть. Ну, по-моему, рублей 600 цена. Не больше, на 1000 это максимум. Это русская пиратка, по-моему, тоже. Да. 300 рублей цен. Джон Леннон. Я вообще не любитель Джон Леннона, если честно. Так попадает, собирая. Это Амиго. У нее цена 200 рублей 300 максимум. Из-за того, что Амиго немцы, не особо. Неинтересно. А Джо Досен просто оставил, что слушаю. Она недорогая, 200-300 рублей стоит. Постеплевая. Поэтому оставил. Да, еще Джон Леннон. Тоже пластинка. Песня тут не так себе. Не очень интересная. На Парлахоне сделана тоже Индия, кстати. А цена недорогая. Что-то 500 рублей максимум. Если я не ошибаюсь, я не все пластинки вытащил с Джей. У меня еще есть, но это в следующем видео покажу. Все. Всем пока.